Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. 20 лет назад, в 1993 году, в Нижнем Новгороде открыли представительство Министерства иностранных дел России. Спустя некоторое время такие представительства стали открываться и в других городах. Допустим, в 2002 году региональное отделение представительства Министерства иностранных дел открылось и в Чебоксарах. Для чего эта организация нужна в нашей республике, чем, собственно, она занимается? Сегодня эти вопросы мы зададим руководителю Чебоксарского отделения МИД России в Нижнем Новгороде Александру Погодейкину. Александр Анатольевич, здравствуйте! Добрый день, Татьяна! Благодарю вас, что пригласили в вашу телестудию для выступления. И мы всегда открыты для любых диалогов. Спасибо вам большое, что пригласили. Александр Анатольевич, сразу такой вопрос. Зачем представительство Министерства иностранных дел в Чебоксарской республике? Ну, давайте начнем немного с истории данного ведомства. Ну, как мы все уже знаем, что в Российской Федерации существует Министерство иностранных дел, это довольно-таки большое ведомство, то есть, которое имеет центральный аппарат в Москве, консульские загранучреждения по всему миру, то есть, практически в каждой стране один из самых больших дипломатических составов по всему миру. То есть, это посольство, генеральное консульство. И также имеются представительства МИДа на территории субъектов Российской Федерации. В частности, также в Чувашской республике. Это отделение Нижегородского представительства. В свое время данное представительство было и в Чувашии тоже. Но в 2002 году было принято МИДом, центральным аппаратом было принято решение о переподчинении данного представительства к Нижнему Новгороду. То есть, наверное... Приволжской, да? Да, Приволжской, в рамках, скорее всего, в рамках оптимизации, то есть, улучшения эффективности работы данного ведомства. Зачем нам Министерство иностранных дел в Чувашии? У нас внешнеполитическая деятельность у Чувашии. Ну, смотрите, здесь, наверное... Да, конечно, каждый субъект Российской Федерации имеет право вести внешнеэкономическую деятельность, да, то есть, но при строгом соблюдении всех норм международного права, то есть, также в соответствии с координирующей ролью Министерства иностранных дел. Чувашия у нас активный участник внешнеэкономической, внешнеполитической жизни страны. То есть, Чувашия контактирует со многими странами, странами Европейского Союза, странами Азии. У нас контакты очень хорошо развиты практически по всему миру. Есть, конечно, где-то больше, где-то меньше. И вот мы в рамках своей деятельности содействуем, насколько это возможно, то есть, по всем каналам, которые у нас есть, для установления активных взаимоотношений между регионами стран, либо странами, какое желание имеет регион на самом деле. Ну, то есть, то, что у нас у Чебоксара появилось несколько городов-побратимов, это тоже ваша работа? Да, отчасти. Конечно, большая часть работы здесь лежит на субъектах, то есть, которые вот здесь этим занимаются, да, то есть, отделах внешних связей, министерств, ведомств. Что касается городов-побратимов, то есть, мы здесь оказываем содействие в установлении связей, также плюс сопровождаем юридические тонкости в договорах. То есть, мы смотрим о том, чтобы договора или соглашения, которые подписывают между городами, допустим, или с хозяйствующими субъектами разных стран, да, то есть, для того, чтобы они не противоречили нашему законодательству и были только во благо. То есть, согласовываем эти проекты, где-то вот подправляем, где-то подсказываем. Что называется вопрос на злобу дня? У нас уже долгое время нисходит такая тема с повестки дня, как отношения с Украиной. Каковы вот сейчас взаимоотношения Чуваши и Украины? Ну, Украина наш партнер в экономической, политической, также и в культурных сферах. То есть, у Чуваши очень большие связи с Украиной, как даже в историческом контексте. Понятно, что сейчас на Украине, к сожалению, сложилась очень непростая ситуация. Мы всячески отслеживаем ситуацию, которая происходит на данном этапе на Украине. То есть, каждый день смотрим, то есть, приводим анализ, выпубликуем те или иные рекомендации по поводу Украины. То есть, есть такие, даже поступают от некоторых организаций, буквально недавно поступали к нам, просьбы разъяснить ситуацию на Украине, как быть. Потому что дело в том, что буквально в прошлом году были какие-то планы по проведению там и участия на территории Украины в выставках, в каких-то совместных мероприятиях. Но будем надеяться, что ситуация на Украине стабилизируется. Представительство Министерства иностранных дел и Федеральной миграционной службы. Вы как разграничиваете ваши полномочия? Ну, дело в том, что, естественно, мы находимся на территории одной республики. То есть, очень тесно друг с другом взаимодействуем. Я очень хорошо знаком с руководителем миграционной службы. То есть, мы с ним находимся постоянно в активном контакте. И хочу его поблагодарить за то, что они нас не забывают. То есть, всегда с нами дружат. И где-то нам что-то помогают, подсказывают. Где-то вот такие моменты у нас бывают, общие моменты. И мы их всегда совместно решаем. Но здесь, наверное, больше как? Здесь дело в том, что мы большей частью занимаемся россиянами, находящимися за рубежом. А миграционная служба больше внимания выделяет, даже в их функции входит именно работа с иностранцами, находящимися на территории Российской Федерации. Александр Анатольевич, когда готовились к программе, немножко изучили вашу биографию. Вы достаточно молодой специалист. Расскажите, как в таком молодом возрасте становятся дипломатами? Как вот, что делать молодым людям, которые тоже захотят в будущем, может быть, как-то пойти по такой стезе? По такой стезе. Ну, дело в том, что профессия дипломата сама по себе сложная, в то же время и интересная. Это нужно быть максимально коммуникабельным, максимально разносторонне развитым. То есть, ну, первое, наверное, это желание работать в данной сфере для того, чтобы даже не только желание, но и полная возможность, и чтобы посвятить себя, отдавать себя, полностью отдавать себя, то есть, в работе, можно сказать. А вообще, для молодых людей, которые сейчас вот хотят сработать в системе Министерства иностранных дел, хотят посвятить себя, стать дипломатами, пополнить дипломатический корпус страны, мы буквально вот 8 апреля объявили ежегодный наш конкурс, в этом году, это он 11-й «Хочу стать дипломатом», который ориентирован на выпускников школ, имеющих желание работать в системе Министерства иностранных дел. А в чем заключаются условия конкурса? Условия конкурса. Конкурс будет проходить в четыре этапа. Это для начала они просто направят к нам сюда свое эссе, то есть, представление, почему они хотят стать дипломатами, и потом представят свое видение внешнеполитической системы и работы, место России на внешнеполитической арене. Также им будет предложено 10 тестовых вопросов по внешнеполитической тематике, и в завершении они пройдут, победители пройдут собеседование с представителями Митроссии, Сергеем Григорьевичем Маловым, в Нижнем Новгороде. По итогам собеседования и количества набранных баллов в результате ЕГЭ, то есть, им будет уже выдано ходатайство об направлении в Нижегородские университеты, указанные в данном конкурсе на бюджетной основе, для обучения на бюджетной основе. То есть, это региональный, республиканский или всероссийский? Это межрегиональный конкурс, то есть, он проходит в Нижнем Новгороде, Чувашии, Кировской области и Мордовии. То есть, его проводит Нижегородское наше представительство, и, естественно, студенты, выпускники, которые прошли этот конкурс, будут обучаться Нижегородских вузах, которые принимают участие в данном конкурсе. Ну, также в рамках, естественно, обучения потом они будут проходить практику в Центральном аппарате МИДа нашего представительства, возможно, в загранучреждениях. Ну, и по окончании будут выданы соответствующие дипломы, и уже, то есть, у них будут какие-то свои видения, они будут уже юридически подкованы и подкованы знаниями, уже будут практики, многие из них уходят на работу в дипломатический корпус страны. Ну, наверное, подробности есть на сайте, да? Да, конечно. То есть, можно к нам зайти на сайт, на страничку нашего сайта, посмотреть. Также можно звонить по нашему телефону, и всегда мы ответим, всегда рады. Можно даже просто прийти, поинтересоваться, мы проконсультируем. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Я напомню, что сегодня мы беседовали с руководителем Чебоксарского отделения представительства Министерства иностранных дел в Нижнем Новгороде Александром Погодейкиным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова